Всем привет! С вами снова дискоданцер Ронин. Сегодня в нашей рубрике «Эпический бой». В нём будет всё. Трагедии, разбитые судьбы, слёзы, печали и радости, невероятные повороты и неожиданный конец. Готовьте чипсы и колу, это будет зрелищно, даже лучше, чем недавно вышедшие пираты Карибского моря. Аромат кофе, свежеиспечённых круассанов. Это может значить только одно. Мы в Париже. Наш герой решил прокатиться на немецкой мышке. Также прошу обратить внимание на серебряный знак отличия, который выдаётся за заслуги в ранговых боях. Всё идёт как обычно. Мы движем к излюбленному месту тяжёлых танков, но замечаем гриль, который подсветил наш лёгкий союзник. Взяв её на мушку, нам начинает кто-то мешать. И гриль включает невидимых, но через секунду возвращается и сразу же теряет 516 хп. Мы прибыли к месту встречи. Заняв позицию, наступает время действия. Наш крепыш выкатывается на Т-57 и отвешивает ему клюху, кто-то в свою очередь накидывает и нам. Также мы замечаем нашего злого брата-близнеца и ВК-4502. Два снаряда от хомяка уходят в молоко, четвёртый сносит 435 хп. Тормозящий ВК не пробивает и теряет 452 хп за попытку повредить нас. Починив гуслю, наш герой совершает повтор по замечтавшемуся ВК. ВК в свою очередь не смог этого простить и стрельнул куда-то в порыве отчаяния. Мышиное орудие снова зарядилось и ВК в третий раз теряет жизнь. Зарядившийся хомяк решает поручить нас и мчится на всех парадах, но внезапно его останавливают союзники. Потеряв 500 хп и один снаряд, он начинает атаковать. Сносит гуслю, получает на 474. Не пробивает, а последней каплей становится потеря ещё 374 хп. Он пытается спрятаться, но его догоняет наш снаряд и танк становится чёрным. Наш злобный брат-близнец даёт о себе знать, но первый снаряд не пробивает крепкую броню. Спустя несколько секунд наш противник отвлекается на забудившуюся овцу и расплачивается за это в 380 хп. После недолгого стояла следует точный выстрел, который лишает Мауса ещё 484 жизней. Заметив, что союзники начали отвлекать противника, заняв мост, наш игрок решает подобраться поближе и снова уменьшает запас прочности злобного брата на 475 пунктов. Сдавая назад, нас стремительно обходит ВЗ, а на мосту лопается Тайп-61. Противник на мышке выкатывается и отправляется в кругросветку барантов. Противник начинает захват базы, ВЗ решает танкнуть, но произошедшее переворачивает его мир, и он спешит сдать назад. Отстрелявшись по СТРВ, на помощь ВЗ приходит вафля, которая сразу же склеивает вастр. ВЗ сразу вспоминает, что забыл выключить утюг, срочно уезжает. Путь открыт, и наш герой снова в игре. Первым об этом узнает ВК-45, но словно нож в спину нам прилетает от СТРВ, снимая 380 хп. Т-49 пытается достучаться до сердца нашего героя, но тщетно. Доноится понятно, что Т-49 снова удрал, а количество живых союзников сравнялось с курсом рубля. В этой ситуации наш герой решает остаться под мостом и стоять до последнего. Игрок на РУ-251 становится первым, кто решился попытать свою удачу. Но фортуна оказывается не на его стороне. Внезапно обнаруживается Гриф и ее младший брат, но не пробив сын, Десертода отправляется в ангар, оставляя младшего брата в одиночестве. Перезарядившийся игрок разменяется выстрелами с воплей, в ту же секунду остается только один союзник. Также мы замечаем Т-49, пересекающего мост. Наш герой уже было приготовился встретить врага, а их все нет и нет. Начинается вторая попытка захвата базы, но наш герой не подается на провокации. И вот снова засвечивается СТРВ, а справа вафля. Но никакой паники, все под контролем. Взяв подсказку, зал выбрал вафлю и не ошибся. Точным выстрелом вафля вслед за старшим братом отправляется в ангар. Но ВБР требует жертв, и союзный ИС покидает нас. Стремительный СТРВ летит на крыльях победы, но переключение режимов занимает слишком много времени. Внезапно Хаукан прилетает от Т-49. Развернувшись, становится понятно, что Т-49 не один. Е4 сразу же отвешивает на 692 хп. Т-49 снова решает бежать, но игрок успевает протаранить мелкого сосранца. И приходит время расплаты. Т-54 заезжает прямо в зад. Е4 берет на башню, но запинать так и не получается. Е4 выкладывает на 458 хп. Наш игрок встает в позу и Е4 не пробивает его. Орудие почти заряжено. Е4 поднимает это и пытается сдружиться, но уже слишком поздно. Обернувшись, становится понятно, что Т-54 решил занять позицию за злобным братом. Расстолкав козявок, игрок пытается выцелить башенку Т-54. Обменявшись снарядами нашему игроку, остается протянуть 20 секунд. Но что случилось? Кава захвата исчезает, но через несколько секунд снова появляется. Становится все понятно. Противник решает добить единственный танк. Словно в Камасутре сменив несколько позиций, Т-54 все-таки фейлит и дает возможность покалечить себя. Попытка протанковать мышь оборачивается с очередной неудачей, и он теряет еще 560 хп. Следующий снаряд уходит в землю. Когда орудие почти зарядилось, засвечивается арта. Как? Мы же под мостом. Мышка выводит 54-го из игры и внезапно взад прилетает от артовода. Переключив внимание, становится понятно, что даже артиллерист решил откусить кусочек пирога. Попытка поиграть в прятки не увенчалась успехом, и мы теряем 183 хп. Снаряд готов, игрок пытается играть аккуратно. Но артиллеристу нечего терять, и он в третий раз наносит нам урон. Ответный выстрел не заставляет себя ждать, но оставляет арту в игре с 27 жизней. После всего произошедшего, артиллерист решает дать Диору. На какое-то время кажется, что все позади. Но появившийся М-53, который так и не взял базу, портит всю картину. Несмотря на молниеносный врыв, он сразу же теряет 429 пунктов броситься, а потом пытается догнать, чтобы попросить прикурить. Но так и не выстрелив, отправляется в ангар. Сразу же засвечивается стремительно приближающаяся Ру-251, но ее действия оказываются не совсем понятны, и она становится 11-м фрагом. Из зрительского зала звучат слова одобрения. Но это еще и не конец, остался еще один противник. А вот и он, он стреляет первым, и игрок теряет еще 69 хп. После этого следует решение снова укрыться под мостом. Испешно и аккуратно мы проезжаем через дома, но враг так и не обнаружен. А вот и долгожданный звук, мы наконец его нашли, хоть и не там. Разворот, доворот, филигранный выстрел и звуки фанфар. Остался только один, и это мало. На экране вы можете набрать статистику за этот бой, кучу медалей, которые получил этот игрок. Я не буду называть их снова, потому что вы уже, наверное, все и так знаете, за что они даются и как они называются. Во всей этой статистике, помимо медалей, я бы обратил внимание на нанесенный урон, а он составляет 9856. Почти 10 тысяч. Плюс еще урон, заблокированный броней. Он составляет 5240. Это действительно круто. Санька показала нам, как нужно играть на Маусе. Я надеюсь, что вам понравился этот бой. А если у вас есть подобные бои, которых вытащили так же, играли как бог танков и все дела там прочие, вы можете скидывать их мне в контакт, в личку, или просто хотя бы ссылки. Если он будет действительно крутой, я обязательно придумаю что-нибудь интересное с ним. И он будет на ютюбе. А с вами был диско-данцер Ронин. Всем спасибо. Всем пока.